Стоят и смотрят, что у них такой выхотворённый какой-то взгляд, что-то особенный. И, значит, меня так тоже смотрят. Я вот наделся и... Вы знаете, я жду вас на встрече, и... Я пришла... Вот сейчас это произошло так, что теперь оно вот там, и мы тут только вот так вот немножечко полистали, поэтому... Я думаю, нет, я всё-таки посмотрю, я успокоился, что всё-таки случилось, что можно поставить точку, но, собственно говоря, у нас сейчас... Самые приятные... Сейчас у нас уже прошли такие дни, когда этот пиво теперь можно осмотреть, самому рассматривать, дарить эти впечатления, каждый раз, каждое утро обновлять, и так далее. Ну, мы надеемся, что вам всё это понравится, то, что у нас получилось, и вот я ещё раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. И сейчас мы расскажем об идее проекта, и вообще, что, собственно говоря, у нас здесь... Что у нас происходило. Работала у нас целая команда. Я хочу вам показать, пока тут в электронном виде, как эта книга выглядит. Я так понимаю, что это фотошоп, наверное, да? Да. Да. Это не настоящая книга. Это... Потому что мы её увидели только вот сейчас. Вот так выглядит наш проект. Кстати, мы готовы ещё раз в полтора. В корешке. Все тут надо... Спасибо. Так выглядит наш проект. Я начну. Дело в том, что работала у нас целая команда. В этот раз, ну и в тот раз тоже. В этот раз наш коллектив вырос значительно. Вот. И у нас было... У нас было несколько... Нет, несколько участников. Ну, идея проекта, конечно, такова. Вообще, я занимался и занимаюсь достаточно много лет изучением истории архитектуры. И, прежде всего, это, конечно, Ростов-на-Донуково. И вот эта тема моей диссертации кандидатской, как бы всё понятно. И этот 20-е и 30-е годы. И предыдущая книга, она была посвящена Ростову. Я знал, что надо выходить в регион. Но иногда я бросал заниматься наукой, потому что занимался там только практикой. Были такие периоды. И вы сами понимаете, что это неблагодарное дело с точки зрения. Жить на это очень сложно. Вот. И только это зарплата в институте. А дальше, что на это всё абсолютно время. И ты отважился на это элиты. Соответственно, выйти туда было даже сложно. Со стороны института у нас какие-то надо говорить честно. И пусть там кто-то обижает, а кто-то нет. Но это очень важно. Говорите, как я даже введение об этом написал. Может быть, кому-то это не понравится, но это было бы нечестно. По отношению к тем людям, только благодаря кому эта книга появилась. Вот, к сожалению, наш университет АИН Академия архитектуры и искусства об этом не принимала никакого участия и, наверное, просто не могли. Денег нет просто вообще ни на что. Вот просто ни на что-то. Но ни на единый беды, и они сюда не вложили, никак не помогли. Даже распечатки черновиката редактора. Даже карточки. Поэтому выйти туда, я же не поеду уж только в юг России, да? Я должен поехать туда. И всё это и следует. Это колоссальное время. Но я знал, что там практически ничего не было. Что этим практически никто не занимался. Что тема горячая. Что, естественно, авангард сейчас. Масса литературы вышла в последние годы. Последние 15. Вот по разным городам, по разным регионам. И когда мы начали работать на книгах, я имел контакты со своими знакомыми в Москве, с искусствоведами, с историками архитектуры. И ведь ничего не знали. Никаких исследований практически нет. Но его исследование начинается прежде всего там научное исследование. Но это с актуальности. Есть ли кто-нибудь или нет? Если вопрос закрыт, то что его исследовать? Что копать? То же самое. Здесь был абсолютно пустой микс. Никто не изучал. Ну, единицы были какие-то. Ну, Ростов понятно, мы эту тему как-то так восполнили. А остальные были как-то фрагментные. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что не нашли операции. Совершенно непонятно, что там есть. Территория огромная, колоссальная территория. И надо было думать, что с этим как-то это исследование начинает. У меня это было только в идее «хорошо когда-нибудь начать». И тут происходит вот этот... Ну, я не знаю, я думаю, он иначе как чудом не назовет. В фейсбуке, когда со мной выходит на контакт человек, который я не знаю, из Москвы и зовут его, Игорь Ильич. И он говорит, представляется, как Игорь, говорит, что у него есть такая идея, ему интересно было бы этим заняться. И вот такой темой он позиционировал себя как меценат. Мне очень сложно было говорить, потому что вообще сразу всегда с подозрением ко всему этому опустишься. Потом мы с ним встретились в Москве. Это было полтора, почти два года назад. Мы встретились с ним в Москве. И он рассказывал, надеюсь, что у него есть опыт издания книг. Ну, в плане, он выступал как, ну, что уже какой-нибудь меценат-спонсор или проект делал. Я до конца не понимаю, на каком основании. Я понял, что это, вряд ли, это богато. Человек, вы вспомните, меня нет, у меня нет больших денег. Но мне это очень интересно. Я знаю, что я единственный автор был такого значительного рода. И мы хотели бы там устучить, и все можно выкатывать, сказать все, что нельзя. Вот, и поэтому он бы вышел по месту предложения. Ну, знаете, вот это вот, мы присматривались, я все думаю, что это не то, что это не то. Не может быть так. Ну, у нас, то есть, я начал проект, буквально через неделю, состоялась, через месяц. Состоялась первая экскурсия, не экскурсия, а первая экспедиция, да. Буквально, вот он сам со своей командой, со своим родительным сыном, фотографом проехал по каким-то городам. И первая экспедиция была, буквально, на неделе. Я ему сказал, что у меня есть вот такие замечательные дизайнеры, которые делали книгу предыдущую, у него отличательную, эту стратегию. Ну, стало, что он вдруг сам обращается в этот момент. На вторую экспедицию у нас нет фотографа. Нам нужен профессиональный фотограф, который я все это снимал. Я ему, ну, мы с ним уже на ты, значит, есть вот такой человек. Вот, Женя, я тебе не денесю. Да, сейчас мы... Да, мне нужно объяснять, что об этом. Мы правильно показывать. Сейчас мы всех увидим. И, в общем, этот проект начал развиваться. И тогда я вам просто покажу небольшую статистику, что он себя включил. Чтобы просто понимать, вот вы сами начали составлять, сами не совсем поверили в то, что... И потом уже сейчас подвели мы какие-то итоги того, что сюда вошло в этот проект за это время. И когда я просто статистику такую составил, то стало, ну, как-то, вот, достаточно... Мы сами немножко удивились тому, что произошло. Ну, значит, такими думали, ну, понятно было, о таком регионе. Речь была о Юге России. Здесь были вот... Ряд царства возникло каких-то моментов. Все, на самом деле, все было очень непросто, потому что... Вот это выступает. Ну, я выступаю в данном случае и как автор честа, Игорь Завтра, идеи, структуры. И моя фамилия-то на душу. Юля... Юля... Сейчас мы все это увидим. Юля и Юля, это наши дизайнеры. Понятно, там есть какой-то вот коллектив. Но все равно с Игорем у нас были постоянные вот... Даже трения какие-то, какие-то не понимаем. Вот все успокоенность, это через полгода год. Совершенно незнакомые люди втягиваются к какую-то ситуацию, в которой вообще, в принципе, должен быть... Вы страшно делали. У меня, вроде, мы знакомые. И вот сейчас есть... И мы познакомились на одной из лекций. Его знает Андрей Герцин, потому что организовал первое историю. Мы вместе с ним читали лекции «Я оттвою, он фейл». Вот человек по авторственному праву. Специалист, он сразу сказал мне, «Обязательно заключайте договоры». Обязательно. И все должно быть прописано. И вот, вы знаете, вот как-то вот эти нули, тянули, тянули, тянули до конца. В это время как-то ситуация все... И в то время в доверие входили друг другу все больше и больше и больше. В итоге нам нужно как-то разделить. Потом в каком-то этапе я решил, что я был соучастником этого проекта, как бы, там, какого-то софинансирования. Здесь очень скользкие моменты, и все были... Я думал, обязательно что-нибудь произойдет. Однако все случилось, так, достаточно хорошо. Но на этапе проблемы, борющие с идеологией. Мы думали, как, ну, начали обсуждать какие идеологии. Начали доставать материалы. Где-то Ростовка с ним понятно. Ростовская область. Начали брать что-то понятие «люг России». Что в него включать, что в него не включать. И здесь сейчас будет карта, когда вот сюда уже она заработала. Мы сейчас все это увидим. Я о территориальном выборе и территориальном границах скажу о Сочи. Нет, можно предыдущую? Нет, вот первую, где у нас. Вы посмотрите, что у нас здесь вот все написано. По годам у нас так практически ушло на эту работу. На эту работу 53 населенных пункта были охвачены экспедицией. 26 населенных пунктов попало в Книгу. То есть 25, кроме Ростова. 76 объектов в Книге. И обратите внимание на вот эту цифру. Мы их просто так прикинули. Сначала сами не верили. Но с учетом того, что ребята могли ехать из Москвы и Ростова. 25 тысяч километров это больше, чем от Северного полюса до Южного. То есть, на самом деле, это, конечно, получилось колоссальный проект, если смотреть на эту статистику. Да, Юля, можно... Участники проекта... Вот Игорь Бычков, он называл себя... В общем, мы нашли ему имя, как бы назвать этого человека. В книге мы обозначили его как координатор проекта. Вот, там, вопрос куратор, координатор. Мне юрист сказал, нет, это тоже имеется и юридические основания. В общем, он остался у нас координатором проекта. Это понятно. Здесь нахожусь я на реку, Игорь Денисюк, Женя, наш... Ну, компаньон, в данном случае... Они сразу в первую очередь спели в себе, если в прямом смысле, и в переносном. Выяснилось, что Игорь... Я все скажу в Витнице, но, может, он просил, а уж нет. Если он вообще никакой не меценат, у него консерваторское образование, зарабатывает он тем, чтобы их варить. Представляете? И потом, на каком-то моменте, я понял, что у него финансовые трудности. Почему я тоже начал в этом как-то участвовать, совместно, чтобы этот проект выпустить, ну, и какую-то целостательность тоже иметь, конечно, в итоге. Ну, и Евгений тоже имеет консерваторское образование, поэтому они... А водитель, обратите внимание, Сергей Скулин, он здесь... Ну, вот где-то он на фотографиях летом, экспедиции были, он в майке, и вот такой вот растянутый. И, в общем, он на улице встретишь, и он... Ну, гаечный плюс был. Самая вот круто. Он просто... А вот так еще один щетинный, как оперный певец, или там что-то... Фигра пил, вот он говорит ему, да? В машине. В общем, три музыканта собрались в одной машине, вот. И вот тут, соответственно, там было очень понятно, и сразу подружки были. Вот. Поэтому тут было все хорошо. Ну, и Юля, и Ира, они уже давно у нас уже такие полуродственные отношения, и в прямом смысле, потому что ее общают... Ну, у меня мы с ней помогли, а с Алией четырежды, то есть, я крест весят четырех детей, в общем, там у нас отношили. В общем, все это, вся эта великолепная шестерка вот даже до конца, никто ни с кем не порудался, и проект у нас все-таки сложился. Вот следующий кадр... География проекта, она представляла собой определенные сложности. Если мы посмотрим... Вот у нас на разбороке есть эта карта, мы здесь добили ее специально от этих земных, ну, масса вопросов. Как делить области? Так как вот они были двадцатые годы, но они так постоянно менялись. Край один, край другой, области нарезка была совершенно рано. Или сейчас? Сейчас будет выглядеть странно, как эти облака. Очень долго мы искали выход, пока вот так вот не называли, мы определили регионы и определили, значит, просто и точками, вот такими показали размещение этих объектов в нашей Пике. В эти моменты довольно сложные. Почему? Потому что первая экспедиция была в марте пятнадцатого года, и занимала вот такой вот она, вот такой маршрут она принимала. Начали с Волгодрада. Здесь, вы видите, в Астрахани были, и здесь есть конструкторические объекты, но их было очень мало. И вот как-то так решили на каком-то этапе, что этот регион не брать, потому что пока там нам практически нечего подать. Потом, это был первый маршрут. Вторая экспедиция состоялась во время пятнадцатого года, и она прошла уже вот по такому маршруту. Я дублировать не буду. Тут так все видно. В чем был еще вопрос? У нас были большие такие вот полемика бывают. Это довольно серьезная. С Игорем была полемика вокруг Волгодрада. Мы тогда все вместе выступали. Пятером это обсуждали, а потом решили, что лучше это обсуждать мне и Игоря, потому что нас уже слишком много. Слишком много начинаем с каких-то... Вот. В чем то есть проблема? Потому что Игорь принципиально был против того, чтобы брать Северный Кавказ, просто потому что мы туда как-то доехать непросто. Вы понимаете, без сопровождения, там, Тагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня. Это как бы непросто. Во-вторых, там все уничтожено. Но это тоже не факт. И мало было материала. И мы решили этот материал оставить против Агута Платон. Но он не около принципиальной позиции, что мы обязательно должны взять Крым. А в чем смысл еще? В чем важный момент? Он сам Игорь Робан из Железноводства. Почему тут такая любовь и в России? А жена у него из Крыма. Но это же не показатели. Мы же должны дать ситуацию как-то... Потом ли ты понимаешь? Сейчас мы ее назовем так книгу. Я не случайно это говорю, потому что это был момент болезненный. Кстати, один человек сказал... Вот, вы должны понимать. Все относятся к этому по-разному. Но у Крымского человек сказал... На его возрасте адекватный архитектор. Он сказал... Вот если я книгу возьму, если там будет Крым, я просто об этом установить не буду. Ну, есть такие моменты. Мы должны это обсуждать. И это у нас было... Понимаешь, если мы сейчас возьмем Северный Кавказ, а возьмем Крым... И как это вообще? Мы будем... Что это вообще? Ну, все объяснилось очень просто. Введение написали, что это начало исследования. И это не все регионы, которые... Не все регионы Юго-России, которые сюда вошли. Все не могли прийти. Это первое. Во-вторых, очень просто все решается. Крым был в составе РСФСР в 20-е годы. Он был автономной областью в составе Российской Федеративной Республики. Поэтому здесь как бы все логично, все понятно. И на резку мы с этих областей вот таким вот постом решили, что просто показывают карты и все. То, что сейчас мы показываем, с вами этого нет. Этих городов. Это в самой книге нет. Здесь просто для презентации. Когда это все утряслось... Это третья экспедиция была. Она была через Крым. Какие-то дублировались какие-то объекты. Вот мы в Зерноград поехали еще раз. А потом нужно было туда съездить еще раз зимой, попасть, чтобы там тоже самостоятельно просто на автопусе. Это достаточно близко. И мы вместе со своим помощником туда ездили по музею. А то тут пять экспедиций и еще какие-то доборы. Потому что Игорь, по-моему, самостоятельно, когда он ехал домой в железновод к матери, он заезжал еще в какие-то области. Следующая, четвертая экспедиция главного времени 15-го года. Вот такой маршрут она предусматривала. Ну, соответственно, все это как-то сверху идет через Ростов, с областью через Ростов. Они проезжали... Это я не могу говорить. Простите, у нас по сценарию это должно быть. Да, я сейчас просто вот... Дело в том, что я был не во всех экспедициях, а Женя был во всех со второй по пятой. Поэтому о каких-то особенностях буквально несколько дней. Но я хотел бы, чтобы Евгений не сказал, потому что... АПЛОДИСМЕНТЫ И уже не верните. Ей же нельзя на акцию. Во-первых, конечно, большое спасибо вам за то, что вы все нашли время собраться здесь за ваш интерес, проявленный в нашей теме. Для этого на вас очень отрадно осознавать, что эта тема интересна кому-то, кроме нашей творческой команды. Как проходили наши экспедиции? То есть, что мы делали? Ну, вот Артур в начале привел цифры. Ну, это как-то фактически цифры окончательные. Количество городов, которые попали к ним, и количество объектов, которые попали к ним тоже. На самом деле, мы на старте экспедиции имели список из порядка двухсот, двухсотен объектов не выявленных. То есть, это были просто названия городов, это были какие-то названия объектов. Никто не знал, в каком они состоянии, существуют ли они поныне, что они в себя представляют. То есть, была бы очень давно эта информация, нам предстояло ее как-то отсортировать, проверить, ну и, соответственно, провести съемки. То есть, мы проехав по этим маршрутам беленькие кружочки, это города, которые мы посетили, и где-то, возможно, были в съемке, но мы не стали брать эти объекты книг, потому что, к сожалению, очень много объектов не сохранилось, какие-то объекты не представили интереса. То есть, надо понимать, то, что вы увидите в книге, это такая очень жесткая выжимка. стилистически, и мы, опять же, отталкивались от будущего состояния объекта, очень много объектов не попало в книгу. Соответственно, мы вот приезжали в каждый из этих городов, находили, где-то мы сразу находили в прекраснейшем состоянии объекта, где-то мы опрашивали, буквально шли в народ, общались с людьми, пытались выяснить, что осталось, где-то находится. Конечно, надо сказать, что ситуация с конструктивистскими объектами, вообще с объектами авангарда по югу России, она катастрофическая. У нас на старте проекта, насмотревшись в московских изданиях об архитектуре конструктивизма, у нас были немножко такие радужные представления о том, как это все будет происходить, мы представляем, что мы приедем, увидим там волшебные какие-то объекты. Абсолютная катастрофа, в отличие от Москвы, в отличие от Питера, где, в общем, на государственном уровне большая идет поддержка, и эти объекты сохраняются архитектурные. А, к сожалению, здесь все было не так. У нас, наверное, от общего числа осталось процентов, может быть, 20 архитектуры, которая, в принципе, осталась, и из нее 10% можно было взять книгу. Ее состояние представляет, что это еще интерес. Почему так получилось? Ну вот, парадоксально, я, наверное, несколько слов скажу еще про грустную, а потом мы вернемся к веселой теме. Значит, почему грустно? Я вот не зря сказал, что эта тема неинтересна широкому кругу людей. Конструктивизм, парадоксальным образом, это была очень власка на советской властью, на заре своего возникновения, это было идеологически очень поддержанное властью, советской властью направление. У меня были брошены лучшие силы, лучшие специалисты занимались проектированием и строительством этих объектов. Но этот радужный период продолжался буквально 10 лет, и было свернуто это направление. Поэтому многие объекты и не были достроены в первоначальном виде, в конструктивистном стиле. А потом началась Великая Отечественная война, и наступил как бы второй этап уничтожения этих объектов. То есть во время оккупации очень много объектов конструктивистских было целенаправленно уничтожено, потому что они видели в этом продолжение школы Ваухаус, которая у них тоже подвергалась гонениям с 30-х годов, в середину 30-х годов. И они могли в Советском Союзе, конечно, планомерно уничтожать. Ну и третий момент, третий фактор, который привел к тому положению дел, как мы имеем, это, конечно же, отношение людей наших, соотечественников, особенно к жилым домам. Я, наверное, немножко забегаю вперед, а кто продолжит, посмотрим эту тему. Независимо от нашей широкой географии, общаясь с людьми, мы слышали определение этого стиля. Это бараки, это сараи, а нет, казармы. И третье, нам очень понравилось, примитивизм. То, что как описывает нормальный человек, обуватель с улицы, стрит-конструктивизм. Ну, на самом деле, люди просто не знают, как правильно относиться к этому стилю. То есть, есть классическая, дореволюционная архитектура, там все понятно. Это история, там красивенько, все завиточки. Вот есть, пожалуйста, там сталинская архитектура, тоже там колонны, но вроде как красиво. То есть, это имеет какую-то ценность. А тут прямые линии, ничего там особых каких-то крошадост. Ну, и, зачастую, конечно, в современных бытовых условиях людям не очень удобно в этом жить, находиться. А не знаю, презентация есть у нас. Мне уже машутся из-за них из-за того, что достаточно. Ну, в общем-то, я не дошел до позитивной части. Могу, жену вернулись. И в какой-то житель у нас, в деле, в каком-то, первая поездка, когда была, там, после первой поездки, на самом деле, случилась коляпка Грифуаловского второго. Я сказал, что их там несколько раз, они в двери сюда парят. Один раз они там вот как-то этого избежали, потому что жильцы смотрят что-то, кто-то ходит, фотографируют, и машины приехали. И просто они попали в милицию, у них были проблемы. Когда была вторая экспедиция, мы уже сделали письмо от нашей академии, союза архитектора, которые и так, и так сделали. И вот, в общем, с этим письмом уже можно было как-то существовать, потому что действительно было небезопасно. Кто-то знает, что может произойти. Мы посвящали их нелегально, зачастую. Где-то мы просто нахально заходили в военные какие-то санатории, в архивы. Мы говорили, что мы отсюда не уйдем без нужной нам фотографии. Люди просто сдавались. Где-то вот у нас есть любимый город, он находится между Афсеронским и Майкопом, в Танистигорск. Там сохранились в идеальном состоянии несколько конструктивистских объектов, в поликлиниках. И там, конечно, мы поначалу думали, почему они сохранились. Это, кстати, позитивная часть. Это, конечно, выходит в части. А от своего позволения. Мы сначала подумали, что это такая вынужденная необходимость, как бережливая бедность, скажем так. Допустим, нет людей денег со стеклопакетами, пластиковыми поликлиниками. Они там бережливо восстанавливаются, деревянные окна их сохраняют. Ну, конечно же, там, да, в деревенской поликлинике особого финансирования нет. Но мы увидели, что люди действительно очень любят. Они понимают, что это конструктивизм. Они гордятся. Они им говорят, что мы уникальны. У нас целых два поселка конструктивистских объекта. Пожалуйста, приезжайте, смотрите. Спасибо. Отдельная тема. Просто сейчас будет долго, как эту книгу назвать. Я бы всем предлагал. Вот это слово Игорю, и у него были просто сомнения. Вот это вот даже не все варианты, которые нам пришлось переработать, и отсеять, и оставить только один. Потому что был вариант оставить, там, на СССР, может быть, что-то ввести в слово «советский», «советский» сразу как регион упрощает. «Юг России», «вотсеять», «какой России», и так далее, и так далее. Нам помог в отведении, я пригласил, у меня был, он и в книге, и являлся и рецензентом Андрей Бойко, и он сотрудник нашего федерального университета и исторического факультета. И мы с ним вместе собрались, там четко написали, что такое «Юг Россия» в нашем понимании. Ну, в общем, все эти варианты были перебраны, повязаны причинам, все пытались, пытались ввести, пока не пришли вот к этому названию архитектура «Юг России», эпохи «Авангарда», предпоследний. И очень важный здесь момент, вот содержательный момент, то есть он говорит, понятно, мы убираем цифры, которые, в принципе, достаточно навязчивые формы, и мы не могли назвать «Авангарда». Мы, когда, девочки, отдельно скажем по поводу «Юг Россия» и «Авангарда», книги самой, днешнего, у нас было слово «Авангард», и все мы потребляли. И давайте материал внимательно посмотрим, посмотрите, что у нас. Он сфориционировал понимание в процессе работы книги, что слово «Архитектура «Юга России» авангарда» и «Архитектура авангарда» и «Юга России» назвать нельзя. Вот потому что там две трети, может быть, объектов, которые не являются авангардом. И вот какие-нибудь там, какие-то составные вещи, а где есть какие-то, которые, ну, это просто не авангард. Это вообще не поймешь что. Марина Хрусталёва, сейчас мы в больнице увидим одну, она увидела, сказала, я не открепал составить юридит, он много спор был, я не хотел его сказать, даже в фейсбуке я его там повесил, потом там такие трения достаточно большие были по этому поводу, к сожалению. Она это посмотрела, наверное, Хрусталёва, это московский исследователь, очень известный, жена Владимира Каперна, писатель, они сейчас в Америке проживают, она артнадзор разглавляла, очень известный человек посмотрел, сказал, что это чудо дивное, вот так, наверное, просто вот. Это совершенно необычные вещи. То есть это настолько разношерстная масса, что как-то её собрать, должна была как-то обосновать всё это, потом мы её тут показали отдельные, в обведении тоже сказано об этом. Объектов, масса объектов, которые мы не приняли книгу по разным причинам. Причины ужасного состояния, причины отсутствия материала. Есть очень хороший объект, но у неё одна фотография больше чего не известна. Вот был такой фацанаторий Фабрициуса, у нас даже фотография здесь не будет, в Сочи, прекрасный, чистейший такой вангард, небольшого размера, что-то вот такое, даже европейской архитектуры, модернизма этого периода, не поставили писать не о чём, мы о нём ничего не знаем. И вот таких материалов у нас достаточно много. Несмотря на то, что вот, я, знаете, взял руки, вот, кирпич, ну, что-то мы там, жизнь прожили не зря, вот так вот как-то берёшь. А на самом деле объясняется, что, я не знаю, как бы, если дальше развивать исследования, что будет дальше? Потому что, есть какие-то пределы, потому что, просто на толще не может быть. Это уже, как бы, делать второй толк, но это ряд вопросов. Ну, я тебе к чему говорю, что материалов действительно было очень много, очень разных шост, и поэтому мы назвали архитектуру Эвангарда. То есть, как, знаете, эпоха динозавров. Вот, знаете, период жили вот таким вот объектом. А уж как они выглядят, давайте посмотрим, где его просто какие-то самые основные, знаковые, посмотрим, моменты. Вот, знаете, как объекты, как объекты находили. Часть объектов было, мы с Игорем совместно, он что-то искал в интернете, что-то так было. Я пока работал над перигой по архитектуре Ростова, всё, что мне попадалось по региону, что газета Молот, она была такая, краеварь. И всё, что мне показало, из других регионов попадалось, я фотографировал, и у меня это в папочках лежало. Помню, я это столько я всё её переслал, и это всё помогало экспедициям, поэтому там было паблика кухни, что-то было там написано о паблике кухни в Тихарице. Но когда это обнаружили её жильём, то есть уникальнейший объект в идеальном состоянии, в плане нейтронового состояния, это одна из линий таких объектов, которые, знаете, они так окруивны, медленно умирают, но они абсолютно подлинные. А этот, его даже не перестраивали. Подлинные витражи, его, по-моему, покрасили, когда-то ещё в советской власти.